МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Смирнов, генеральный директор Института по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры Кироводпроект, почетный строитель Российской Федерации. Напоминаю, что мы обсуждаем, мы собрались по итогам встречи с руководителем, сплошные все руководители, Юрия Ленгипрогора, Юрия Перелыгина. И вот мы в первом части рассказывали о том, как преобразовался целый квартал трущобный в городе Иркутск. В перерыве с Еленой Григорьевой, архитектором этого проекта, созвонились и поняли, что нужно еще очень важный аспект осветить. А остановилось ли все на этом? Был ли это просто пилотный проект губернатора, который таким образом еще и рейтинг свой очень серьезно укрепил и поднял, вызвал доверие? Или этот опыт был в дальнейшем использован, и как он сейчас тогда использован в Иркутске? Мы снова свяжемся с Еленой Ивановной после 30-й минуты, после второго перерыва. А сейчас мы будем подключать Наталью Ибрагимову, председателя управления Оренбургского отделения Союза архитекторов России, исполнительного директора проектной мастерской «Архитек». И не в первый раз мы уже с Натальей связываемся, посмотрим, а что в Оренбурге происходит, есть ли там такие проекты. Ну а вам, слушатели, и нашим гостям, мы сейчас предлагаем свои идеи высказывать, какой квартал Кирова можно было бы вот таким образом преобразить, чтобы он стал центром притяжения и культурной жизни, и экономическое насыщение имел, и инвестиции смог бы привлечь. Выбирайте, где в Кирове вы видите именно такой квартал, с которого можно было бы начать работу. 211-101. 211-101. Будем принимать звонки сразу после того, как побеседуем с нашим экспертом из Оренбурга. Наталья Ибрагимова у нас на связи. Наталья, добрый день. Добрый день. Вот не знаю, слушала ли ты нас, но мы рассказали сейчас, пообщавшись с Еленой Григорьевой из Иркутска, пообщавшись и узнав об их опыте работы с кварталом 130, но, вероятно, этот опыт ты знаешь, изучала ли ты его? Ну, в принципе, если мы говорим о многофункциональном строительстве, то да, это знакомо. Да. А что у нас в Оренбурге? Есть ли у вас такие масштабные глобальные проекты, которые преобразуют сразу целиком кварталы, имеют некий социально-экономический эффект? Ну, вот сказать, что в Оренбурге уже такая температура существует уже в виде строительства и реализации, еще нет. Но запрос уже на это имеется. То есть уже люди понимают, инвесторы это понимают и чувствуют. Потому что традиционное зонирование пространства, оно часто создает проблемы, которые можно решить только именно территориями смешанного использования, в том числе многофункциональной застройкой. И как раз это недавно возникшая концепция нового урбанизма, она и развивает эту идею традиционных подходов к зонированию. То есть это историческая культура соседства или теория такого разумного роста. То есть вот как у нас традиционный подход обычно бывает, четкие предписания функционала, где мы знаем высоту зданий, плотность и так далее. Новый урбанизм как раз и многофункциональная застройка фокусируется на развитии, вот как вы говорите, в Иркутске на уровне целых кварталов. Это действительно так, и сегодня это основной тренд. То есть это застройка, которая создает удобные для пешеходов, велосипедистов улицы. Жители имеют доступ к различным типам инфраструктуры. Собственно, они могут не пользоваться транспортом, а дойти пешком до своего места работы, до магазинов, до коммерческого какого-то сектора. И таким образом сокращается время на маятниковую миграцию. Это способствует формированию локальных сообществ разнообразных. И снижение преступности за счет того, что улице появляются глаза. И поощряется здоровый образ жизни в том числе. То есть это передвижение у нас и пешком, и на велосипеде. Ну и, естественно, многофункциональная застройка – это эффективный стимул для поддержания тонуса городского развития. То есть это что? Поддержка основного и вспомогательного типа пространства. Это заведение с гибким режимом работы. И различные варианты основных типов застройки. Местный и независимый бизнес. Это компактные уличные рынки и очень многие другие специализации. Ты сказала, что есть запрос на эту историю. Есть запрос именно на то, чтобы соответствовать современным требованиям, требованиям комплексно развивать территорию и учитывать там социально-экономический эффект. Если в Оренбурге нет сейчас пока таких больших проектов, как в Иркутске, то где тогда уже эти тренды в каких местах реализуются? Может быть, это новые какие-то кварталы, новая застройка? Ну, это в основном крупные города наши. Я думаю, что региональные центры еще до этого не доросли. То есть Оренбург пока еще не дорос? Нет, нет. Сообщества? Мы только начинаем это чувствовать. А инвесторы в основном, понимаете, есть риск определенный. То есть при работе с монофункциональными территориями, с монофункциональными знаниями, например, с живыми, это все понятно. И риски они просчитывают и понимают. А здесь для них несколько новые истории. Они, наверное, испытывают определенный страх. Хотя, на самом деле, в целом, риски неоднородного продукта ими управлять гораздо проще. Потому что такой продукт может быстрее реагировать на изменения рынка. Но пока они до этого, наверное, еще не доросли. Но вот есть ли сообщества проектировщиков, архитекторов, такие люди как-то это понимают? Как и что может переломить ситуацию, чтобы начинали уже возникать целые новые кварталы, которые соответствуют современным запросам? Ну, конечно, вот все сообщество и наше, и союз архитекторов, мы обычно часто об этом говорим. То есть мы говорим об этом на форумах, на выставках. Мы общаемся с представителями администрации. Мы говорим о том, что нужны уже новые тенденции, и стандарты, и в жилье, и в формировании кварталов. И уже нужно отходить от старой советской системы проектирования микрорайонов, вот какими мы себе представляем и видим в последнее время. Конечно, эта работа ведется, но это процесс такой долгий, наверное. И в нашем случае, по крайней мере. Но я верю, что это произойдет, безусловно. Потому что они сами почувствуют отдачу и экономический эффект. Девелоперы сопротивляются? Они еще не понимают свои выгоды, на самом деле. А понимают ли власти, городская власть, областная? Да, вот потому что в Иркутске, как нам пояснили эксперты, Елена Григорьева и Юрий Перелыгин, эксперты из Петербурга, там во главе угла стояла политическая воля руководителя региона. Вот он решил, и это получилось. Но если есть возможность донести сначала до руководителя региона, это, конечно, будет путь более короткий и успешный. Без нее, похоже, никак у нас в стране. Должна быть. Без нее, наверное, сложнее, да. Потому что есть и особые трудности вот именно в получении разрешений различных. То есть в эксплуатации получение акта, полностью здание, может быть, или целиком. Если у инвестора закончат деньги на определенном этапе, например, что делать дальше. То есть всякие такие... Убрать бюрократические барьеры задачи власти. И тогда легче будет работать с инвесторами. Спасибо большое. Наташа, я поздравляю Оренбург с тем, что на Оренбургском эхе теперь тоже есть программа, как наш Урбан. Район и кварталы она называется? Да, район и кварталы. Мы выходим каждый четверг. Большой привет коллегам, и мы вас всячески поддерживаем. Спасибо. Наталья Брагимова, председатель правления Оренбургского отделения Союза архитекторов, была с нами на связи. Но вот, пожалуйста, в Оренбурге сообщество понимает, специалисты, архитекторы и проектировщики, девелоперы не хотят понимать, не готовы, власти не проявляют инициативы. Эта ситуация больше похожа на то, что сейчас в Кирове, на ту ситуацию, которая в Кирове сейчас сложилась? Владимир Григорьевич. Если, так скажем, брать на вчерашний день, то да. На вчерашний день. А сегодня что изменилось? Ну, сегодня нам губернатор сказал, как раз на встрече с Перелыгиным, что у него есть интерес, ведь он не зря его сюда привез, чтобы он нам эту идею рассказал. Если бы у него не было интереса, зачем возить Перелыгина? То же самое я чувствую, что есть интерес у главы администрации города Кирова, что-то сделать интересное, а не просто там что-то. Теперь мы ждем от них заявлений, что именно? А теперь надо... Или нужно выходить с какими-то идеями? Теперь нужны идеи. А у вас есть идеи уже? Вот мы сейчас во втором части идеи будем. Давайте уже к идеям перейдем. Да. Какой квартал? С чего можем начать? Вы знаете, я не архитектор, поэтому... Я тоже, но у меня есть идеи. Здесь, наверное, нужны специалисты все-таки, такие как Перелыгин, может, еще кто-то, которые бы своим профессиональным взглядом посмотрели. Он же посмотрел на город, и он же, может быть, что-то сказал губернатору. Он сказал не только губернатору, он сказал у нас в эфире, и мы, может быть, с этого начнем. Он сказал у нас в эфире, что район центрального рынка, вся вот эта площадь, которая, кстати, муниципалитету принадлежит, что это прекрасная совершенно территория для того, чтобы стать центром притяжения, одним из центров города, и несет мощный социально-экономический потенциал. И он сказал, что нужно оставить обязательно рынок, его, естественно, нужно переустроить, но рынок должен быть другой, современный. И там может быть центральная ось прогулочная, еще и не одна. И она, они, эти оси могут наполняться вот как раз тем, о чем говорила Елена Ивановна, торговыми точками, банковскими офисами, культурными заведениями, и что это идеальная абсолютно локация для того, чтобы туда стекались люди и их деньги. И он сказал, я у него спросила, конечно, у Юрия Александровича, что там не должно быть жилой застройки. Это будет потеря потенциала. Но вот сейчас все, кто тут сидит, кивает, кроме Константина Кропанева. Константин. Место, конечно, неплохое, центральный рынок, но я думаю, что это чисто коммерческий проект, и он так либо иначе, он будет реализован там при наличии, там, так скажем, воли губернатора или при отсутствии воли губернатора. Но последний раз, что мы видели там в том, что заложено было городом в проектировании, это как раз жилая застройка, Кость. Либо торгово-развлекательный центр. Торгово-развлекательный центр и жилая застройка, очень типичная своей идеи. Я бы хотел увидеть все же несколько другое. Как горожанин, я вот не вижу в Кирове такого некого центра притяжения, где, допустим, у нас есть зона, где можно погулять. Есть какая-то локация в каких-то других местах, где можно вкусно покушать. Есть в других, опять же, местах какие-то, опять же, общественные пространства, где можно посидеть, пообщаться. Есть, опять же, совершенно в другом месте какие-то магазины, где можно потратить деньги или приобщиться к культуре. Но нет чего? У нас нет какой-то конкретной локации, где в радиусе 100 метров были бы все эти заведения учтены. На 100 метров ты уж замахнулся. Сейчас прервимся. Нет, теоретически такое место есть. Это как раз квартал между Московской и Спаской. Вот я как раз на него сейчас на карте смотрю. Это одно, в моем понимании, это одно из, так скажем, самых удачных мест. Обсудим через полминуты короткий перерыв. Городские кварталы. Как сделать большой проект, преобразовать целый квартал? Я продолжу тему просто центрального рынка. Мы обсуждали как раз это перед эфиром с коллегами, с новостниками. И я сказала, по-моему, опять всех удивило, что я когда ищу, когда куда-то вот ездишь, я постоянно ищу место, чтобы рядом был рынок. Я очень люблю рынки, я люблю гулять по рынкам, когда особенно вот частники что-то продают, эти ликеры, еду, поделки какие-то. Мне кажется, это очень интересно. Это колхозный, если можно сказать, рынок, фермерский рынок в Мадриде. Проходить рядом с кировским рынком мне совсем не хочется. Центр притяжения в Мадриде. Все туда стекаются, местные, туристы и так далее. В Барселоне целый квартал завязанный на рынке рубла. Да, тоже великолепно совершенно. Но вот, кстати, в перерыве Владимир Григорьевич очень удивился, что Перелыгин предложил оставить рынок. Вы не считаете, что рынок может быть такой центром притяжения? Нет, как площадка, я с ним согласен абсолютно. У меня это было, так скажем, в приоритете. Да, что здесь, в центре города Кирова, рядом университет, много чего уже, что есть рядом. И площадь достаточно, чтобы какую-то идею воплотить. Вот там и общественные здания, и культурные, и торговля, и рестораны. Достаточно места. Оставить рынок, ну не знаю, мне кажется, что все-таки рынок можно вынести куда-то. Его пытались вынести на эко-ярмарку. Ну. Ну. Но это очень далеко непривычно. Да почему нет? Нет, ну нужно, у рынка должна быть большая стоянка, чтобы всем было удобно. У рынка нужно ходить. Нужно ходить. У рынка в Мадриде нет парковки. На рубле тоже нет парковки в Барселуде. Светлана, я вмешиваюсь, но получается, что то, что вы говорите, это все же там некие исторические здания, которые несут какую-то историческую нагрузку, историческую ценность. Мы это не говорим. Это то, что было заложено в квартале 130. Ну и там, ты же помнишь, что говорил Перелыгин. Это не то, что они ориентировались на эти здания. Эти здания уже в историческое наследие были включены, и с ними надо было что-то делать. А вокруг них развивались трущобы, а не потому, что они выбирали именно это как акцент, там деревянное зодчество. Или я ошибаюсь? Ну, я думаю, что если на месте центрального рынка что-то будет реализовано, но это будет совершенно новая какая-то концепция, и она не несет в себе какой-то такой исторической ценности. А мы разве только об исторической ценности говорим? И не факт, что она станет местом притяжения. То есть ты считаешь, что нужно обратить внимание на район, где есть исторические здания? Да. Ну, во-первых, это все же так либо иначе делается какой-то упор и на турпоток. И, соответственно, у нас есть прекрасные исторические места, которые так либо иначе можно на базе них сделать какое-то комплексное решение. Еще раз опиши этот квартал, который ты себе представляешь. Ну, я думаю, что таких мест может быть несколько. То есть в первую очередь это квартал Московская, Спаска, ограниченная улица Лениной и Казанской. Как вариант, это может быть, допустим, это же прекрасное место на территории города Кирова, высокое место на берегу реки Вятки, где сейчас у нас находится СИЗО. То есть там вполне... Развить набережную. Ну, да. То есть получается там готовый участок земли. Соответственно, проблем с планировкой там не будет. И, соответственно, там можно сделать и магазины, и какие-то торговые вещи. Прямо в тюрьме бывшей. И, соответственно, какие-то арт-галерею. Это было мое предложение. И другие пространства совершенно. То есть там прекрасное место в центре города, на красивом берегу реки. Осталось договориться со соответствующей службой, чтобы они СИЗО вынесли в парковую зону и куда-нибудь за город туда куда-нибудь. И там еще парк нам построили. А мы в старой тюрьме. Она начала XIX века или XVIII век, я уже не помню. Я не буду врать. Да, 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 но это старинное здание. Тоже из себя представляющая интересная вещь. Мы когда его обсуждали, тут был у нас директор филармонии искальный и говорил, что там, наверное, отличный звук. Там можно делать концерты. А мне очень нравится территория, вот, не знаю, представляете, не представляете, за профсоюзной, где Митака. Там такой перепад высот. А, это техническая зона, да, промышленная зона, которая реновируется очень активно в Москве. И там как раз издаются прекрасные территории. Там как раз вид на реку и старые промышленные помещения, те же самые лофты, о которых мы недавно говорили. Плюс, я за это тоже, Даша, я тебя поддерживаю. У нас, опять же, перебиваю, есть прекрасный лофт, вот, условно говоря, можно организовать в 50 метрах от этого места, на территории. Инструментального завода, который частный, теперь уже тоже продан прежними муниципальными властями. Это вот здесь, на Дериндяево, не имеющий никакой сейчас нормальной функциональной нагрузки, кроме суда, который стоит на перекрестке, который посещал Навальный. Это его главная, наверное, какая-то притягательная история. А всё остальное действительно стоит такой вполне себе непонятный, разрушенный. Иван, какая у тебя идея? Ну, хорошую уже разобрали, поэтому брошу другую. Там, не знаю, район Вересников. Вересники тоже отличное место. Подолжить набережную Грина, и довольно такой отличный пейзаж, место для прогулок, для отдыха. И в то же время снижает нагрузку. То есть, если мы будем, говорите, в центре города создавать какую-то точку притяжения, прямо такую сильную, то проблема с парковкой, безусловно, возникнет и с трафиком. А если вынести немножко на окраину, ну, это не то, что окраин, по большому счёту, это не так далеко от центра города. И в то же время очень... Да, в полномерии, да, причём ещё такая живописная дорога ведёт. Там же вот этот вот насыпь. Давайте идею слушателя сейчас мы в эфир выпустим. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Добрый день. Меня зовут Константин. Я хочу тут поддержать частично, кто-то сказал, и чтобы возобновили ранее проводившуюся дискуссию исторический центр города Кирова. То есть определиться с его границами и реконструировать его весь, целиком в этих границах. Это по поводу предложения, с чего начать. По поводу сомнений, как это будет начинаться. Наша существующая команда не вызывает никакого доверия, потому что то, что говорил Перелыгин, наши местные люди уже много десятков лет с администрацией ведут эти разговоры и насчёт точечных застроек, и квартальных проектов там и всё прочее. Но непрошибаемая стена. А какие квартальные проекты? Ну, допустим, я помню, в Эхе же обсуждали вопрос набережная от ГАИ до Старого моста, что нужно целиком проектировать эту всю часть. Администрация кусочки выделяет, сегодня одному дали, завтра другому. В результате никакой ни концепции, ничего не получается. Это вот тот район, Даша, который ты описываешь. В то же время, допустим, современный проект, вы сейчас обсуждаете, Крин. Там же рядом через профсоюзную большой пустующий овраг и даже существующую территорию Крина разбили на кусочки. Да, раздербанили на множество собственников. А это всё нужно в комплексе, брать ещё вот этот овраг, эту развязку. Вот у нас администрация не способна мыслить поквартально. Константин, смотрите, кредита доверия у вас нет. А вы были на лекции Перелыгина, на дискуссии? Да, был. А, были, то есть вы всё это дело слышали. Я слышал и был удивлён, что вообще губернатор заставил нашу администрацию выслушать это, потому что они это вообще не воспринимают. Я не думаю, что губернатор заставлял Илью Вячеславовича туда приходить, он достаточно сам инициативный. Ну, Илья Вячеславович с ним в команде, я так понимаю, а вот, допустим, насчёт Ковалёва уже у меня уже большие сомнения. Тем более там Рубцова и всё остальное. Ага, вы это увидели, понятно, вы это увидели, но тем не менее, да, вот тоже наш слушатель голосует вот за это кольцо, которое ты, Даша, описываешь, индустриальная зона, которая смотрит на вятку. Я согласна, что Луковичный овраг и Крин тоже, может быть, такой объединяющий очень большой истории. Но вот снова вот с Константином соглашается наш слушатель, что исторический центр, вот его нужно глобально переустроить, и это была бы показательная такая история. Но у меня только маленький вопрос и короткий ответ от вас попрошу. Вот такие встречи, которые инициируются как раз Шульгиным и губернатором, на которые вы были в пятницу, они полезны для горожан? Они полезны, но они, понимаете, как бы, в любом случае они полезны, но фактически они ни о чём. То есть, ну, я имею в виду на сегодня в практическом смысле. То есть не поставлена никакая задача конкретная. Ждём задачу, да? Вы ждёте, что власти, вот команда губернатора Шульгин скажут здесь, в такие-то сроки. Этого ждём? И это, да. И вообще подходы нужно менять. Вот у нас строится, допустим, сейчас торговый центр Московска. Макси. Да, и этот, кирпичная бывшая. Ну и тут сразу нужно планировать эту развязку, какой-то ведуг построить, тут ещё что-то улица стоит. А там даже благоустройство не запланировано. Никаких рекреационных зон. Вот это нужно поменять, понимаете, в принципе. То есть любое новое здание, оно должно улучшать нашу инфраструктуру, а не создавать новые проблемы. Спасибо. У нас в этом смысле вообще ничего не думает. Мы вас поняли, спасибо. Ну вот, собственно, тоже по полочкам разложил наш слушатель. Ну вот, по поводу исторического центра, опять же, вот мы перед эфиром с тобой разговаривали. Я довелась мне поездить там по тому же Золотому кольцу. В Кирове достаточно большой исторический центр, то есть вот эта часть сохранившейся исторической застройки, но она правда огромная. То есть вот я сейчас смотрю на эти кварталы, и я часто хожу пешком, и по улице Свободы, и я там хожу каждый день, и я каждый раз нахожу что-то новое, какие-то новые элементы. А потом ты это теряешь, потому что оно исчезает на глазах, как флигель Крина. То есть на самом деле вот этих вот кварталов может быть огромное количество. А смотрите, какая история. Вот нас всех же впечатлило, когда Елена Григорьева рассказывала, что буквально через неделю, да, вот принято было решение губернаторам о переустройстве этого исторического квартала, а через неделю должны были снести всё это бульдозером просто подчистую. И ничто не смогло помешать, при том, что была применена политическая воля и одноресурс тому, чтобы не случилось этого сноса. А у нас, когда флигель тут снесли, вот сейчас архитектора Чарушина власти сказали, мы ничего не могли сделать, уже заранее всё было решено. Ничего, ничего вообще, мы не можем. И не могли, и не можем, мочь не будем. Вот это, конечно, вызывает у нас тревогу и недоверие. Да вот здесь вот, мне кажется, Владимир Григорьевич готов был прокомментировать, когда про Макси заговорили. — Макси — это ещё не такое одиозное решение, я бы сказал. Есть более, ну, относящиеся, так скажем, к бывшей администрации, может быть. Возьмите торговый центр прямо у администрации здесь сразу, на стрелке Горбачёва. — А, нет, это другое, это вот это страшное, мне надо убрать страшное слово, это моё суждение. — Ведь он был построен без разрешения на строительство, и теперь, когда там нет совершенно парковок, да, вот это место, оно просто напрашивалось. — Он не живой. — Напрашивалось, однако же, его же построили без разрешения на строительство. — Ну, любимчик публики, торговый центр Крым тоже беспарковочный пространство. — А вы знаете, вот мы сейчас спорим о том, о другом, о третьем, а ведь буквально на днях состоялся открытый конкурс, подведены итоги по подрядчику разработки нового генплана города Кирова. — Так. — Выиграла фирма из Новосибирска. — Так. — Начальная цена открытого конкурса была 17 миллионов, она выиграла за 4. — За 4 миллиона генплан целого города Кирова? — И теоретически вот эти вопросы в техническом задании к генплану города Кирова, они должны были быть обозначены. — Упали с 17 миллионов до 4 и сделают за 4 миллиона генплан. — Уверяет, что сделает. — Суперпрофессионально. — Опять же вспоминаем дорогу Альми Шапарина, когда не сделали. — Да, вот у нас сейчас перерыв, а мне как раз Вячеслав Николаевич Симакову звонит, у него, может быть, идея есть. — Или он нас поругать хочет. — Городские кварталы. — Как сделать большой проект и преобразовать целый квартал? Мы решили, что мы не договорили с Еленой Григорьевой, архитектором проекта 130-й квартал Иркутска, потому что вот мы более-менее нарисовали картину, как происходила реализация этого проекта от идеи до воплощения, и какой экономический и социальный эффект она имела. А дальше у нас возник вопрос. А это был точечный проект? Ну вот сделал губернатор такой проект, ушел губернатор, и, возможно, все остановилось? Или нет? Потому что вот такой вопрос задавали на дискуссии с Перелыгиным, конкретный вопрос задавали Василию Ушугину. Но вы же здесь временные, посидели, ушли. Вот вы сейчас, значит, что-то начнете, потом не закончите. Как все сложилось в Иркутске дальше? Мы связались снова с Еленой Ивановной. Алло, добрый день еще раз. — Добрый день. — Да, Елена Ивановна, так что с практикой квартала 130-го квартала? Сделали и оставили этот проект как красивый образец, или все-таки смогли его использовать и двигаться дальше в Иркутске? — Дело в том, что результат реализации 130-го квартала заключался не только в коммерческой привлекательности, в том, что прибрались в квартале, одном из центральных кварталов города, но и в том, что поменялось отношение к деревянному наследию в городе. Нам удалось выбить главный аргумент у тех, кто предназначал дерево под бульдозер. Вот эту вот всю историю и вентичность, своеобразие Иркутска под бульдозер и к застройке многоэтажным жильем. После этого, теперь уже мы сами инициировали, это не была спущенная сверху, так сказать, команда, как назвать, лечения, регенерацию целой группы кварталов, кстати, в районе, прилегающих к центральному рынку нашему. Вот. Эта территория, в отличие от 130-го квартала, который занимает около 6 гектаров, занимает более 60 гектаров. Это 11 кварталов, тоже в центре города, как бы, скажем, одна, там, пятая центра города, примыкающая непосредственно к геометрическому центру, и она убивалась год за годом такой монополией торговли, причем торговли низкого уровня, китайский рынок, шанхайка, киргизский рынок и так далее. Вот. И в отличие тоже от 130-го квартала, там все в собственности. И вот уже мы с 13-го года занимаемся этой территорией, одновременно проектируем, одновременно реализовываем. И, ну, скажем, нам не препятствует городская власть, но тут нет такого вот административного ресурса с поддержкой. То есть 130-й квартал, он, как бы, положил начало. Там у нас есть еще отдельные инициативы, в том числе частная такая инициатива, бывший вице-мэр, бывший во времена 130-го квартала, просто заболел деревянным наследием. И сейчас он сделал это своим бизнесом и превращает в вот эти вот трущобные усадьбы, превращает в усадьбы для обеспеченных людей в центре города со всеми преимуществами. То есть это жилые становятся такие или офисные здания, да? Это жилые. Он занимается превращением в жилье. Как правило, деревянные усадьбы именно в офисное здание превращаются, но вот он добавляет свою краску в эту вот палитру восстановления. Я слушала ваш эфир с большим интересом, и мне хотелось бы указать вот на что. Мне показалось, что к вот этим интересным потенциальным местам относятся как к отдельным местам. А тут надо все-таки мыслить градостроительно и связывать их в единую систему пешеходных маршрутов, транспортных маршрутов, общественного транспорта и так далее, чтобы вот эти интересные места, лофты, рынки и так далее работали как система. Именно поток, пешеходный поток даст вот эту вот новую кровь. И там исторический центр города, допустим, или город вообще заработает с новой силой, как организм целый. То есть надо помнить о системе общественных пространств. Спасибо, Елена Ивановна. Я вот с вами разговаривала в перерыве, напоминала нашим слушателям неоднократно, что 23-24 октября в Кирове состоится первый урбанистический форум. И обязательно наш разговор расшифруем мы с Дашей, передадим в город Илье Шульгину, который это все инициирует, и губернатору. И было бы очень хорошо, если бы наши жители и профессиональные сообщества смогли бы с вами там встретиться. Вы мне говорили, что в конце октября еще местечко в ваших планах есть. Так что будем ждать приглашений. Надеюсь на личную встречу. Спасибо. Елена Григорьева, архитектор проекта 130-й квартал, город Иркутск. Да, пожалуйста, высказывайтесь, товарищи. Про бесперебойный пешеходный маршрут в Осло. Вы же были, по-моему, да? Я в Осло не была. А нет. Там в 90-х годах вдоль воды, грубо говоря, я уж там не знаю, река там или озеро, шла магистральная развязка, ее убрали и сделали 10-километровую пешеходную набережную. Это проект Константина Кропанева. Ленточные партии, малые реки. 10 километров, которые не перебиваются ничем. Знаешь, что, кстати, Киров, вот проект работает с Министерством экологии по документации Порошийский рек. Да, Владимир Григорьевич? Не только Порошийский рек. Мы вот сейчас комплексный проект как раз по Хлыновке делаем. В этом году он будет сдан. ЕС! Это заказ? Да. Города? Нет, Министерство экологии. Министерство экологии инициативы. Конкретно Порошийский цирк. Не по благоустройству, а по расчистке, насколько я понимаю. Ну, не только по расчистке, там он комплексный. Комплексный проект? Нет, но благоустройства берегов нет, конечно. Это город должен делать? Да, это город должен делать. Здесь водный объект, мы занимаемся конкретно водным объектом. В том числе и выводы, выбросы и прочее? Нет, здесь этот вопрос не ставится. Ага, но это отдельная история. Мы вернемся к расчистке рек и ленточным паркам, которые тоже пронизывают весь наш город вдоль и поперек. И если бы здесь началось движение уже активное, то это тоже начало бы освобождать город от хлама. Вы знаете, что еще пронизывает наш город, можно сказать, по диагонали? Это железнодорожная ветка от Кирова-Котловского туда на север. По которой очень редко ходят теперь поезда. И тупики, которые от нее отходили, грузовые, которыми пользовались предприятия, они в основном тоже или заброшены, или уже ликвидированы. И есть такая идея, не моя одного молодого архитектора. Вот если бы эту железную ветку вынести куда-то за город, то представляете, как можно было бы использовать эту территорию? Как человек, под чьим окном эта ветка находится? Я могу сказать, что поезда там ездят не так редко. Здесь бы, во-первых, можно было проложить и хорошую улицу, автомагистраль, которая связала бы все центральные магистрали города Кирова и разгрузила потоки. А во-вторых, вдоль нее можно было бы уж тут размахнуться архитектором и всем прочим. Ну, это северное направление. Мы вот получим с вами генплан за 4 миллиона. И там все будет учтено. Но это, кстати, отдельная история. Обязательно обратим на нее внимание и побеседуем. Сейчас остается буквально 3 минуты, и я бы хотела обратить внимание на некоторые итоги наших программ. Не очень давно у нас в эфире, буквально 2 недели назад, были активисты проекта «Томс Сойерфест». И мы рассказывали про то, что обратили внимание на флигель купеческого дома купца Клобуковых на перекрестке Володарского и Дрилевского. С Паской. С Паской, да, сейчас. И говорили о том, что проект попал на краудфандинговую платформу Ильи Варламова в фонд «Внимание». И требовалось собрать 96 тысяч рублей. Липнихта с Паской. Да, Карла Липнихта, прошу прощения. Мы сейчас с Дашей зашли, не нашли сначала этот проект, подумали, что его убрали с краудфандинговой платформы. Так вот, нет, товарищи за неделю нужную сумму собрали. Она собрана. Это великая сила радио, я бы сказала. И вас, слушатели, и горожане, что вы реагируете и жертвуете. За неделю собрали 96 тысяч. Я думаю, что... И тоже был скепсис. Ну, как же так? Вот только Варламов объявил о фонде, только туда попала заявка «Томсуэрфест». Прошло 12 дней, деньги собраны. Это значит, что интерес очень большой, и это все дело работает. Второе. И вот краудфандинговая платформа «Киров-дефис.Лучший.РФ». Она еще не запущена, но она конструируется в ЯДГУ. Нет? Кем? Вань, поясни, пожалуйста. Это тоже общественный проект. Общественный проект. Он еще будет запущен, мы подробно расскажем. Тоже направленный на то, чтобы люди могли участвовать кошельком. Куда нести деньги? Головой, руками, кошельком, молитвой. Здесь написано, чтобы помочь. В перерыве мне позвонил, я уже сказала, в эфире, Вячеслав Николаевич Симаков, главатер управления Первомайского района, и попросил следующей помощи. Сквер, который расчищался от поросли и от хлама на розы Люксембург, напротив территориального управления Первомайского, очищен. И сейчас требуется дендрологическое проектировочное решение, условно говоря, какие деревья лучше посадить, спрашивает Вячеслав Николаевич. Мы обращаемся к горожанам, которые обладают профессиональными знаниями. Вы можете обратиться в Первомайское теруправление. Все уже готово, и деревья будут закуплены и посажены. Порекомендуйте, какие. Я обращаюсь сейчас в ВятГУ. Во-первых, у вас есть специалисты по этому поводу, которые могут сказать свое веское слово. У нас есть великолепные партнеры, компания Садовник, у которых есть свои дендрологи, и они очень заинтересованы. Мы им сразу позвоним после эфира. Все готово, товарищи. Осталось только выбрать правильное деревья, которое будет формировать разные слои зелени, кроны правильной, служить долго, расти красиво. Вот сейчас мне прямо звонит пресс-секретарь губернатора, может быть, они готовы посоветовать. Но это уже будет после перерыва. Мы сейчас благодарим наших гостей. Иван Губин, Константин Кропанев, Владимир Смирнов. Даша, я думаю, что наших слушателей надо поблагодарить. Смотри, какие конструктивные звонки уже. И люди ходят на мероприятия, о которых мы рассказываем, и обсуждают идеи, и проекты. Мне кажется, в этом польза и есть то, что когда начнутся, наконец, эти глобальные изменения, люди будут уже внутренне готовы, потому что они посещают подобные лекции. Хоть чуть-чуть, может быть, готовы. Конечно, будет критика. И мы будем тоже критиковать и передавать эту критику. Но все-таки есть надежда, что нашими общими усилиями Киров будет лучший. Лучший, да, амбициозная задача. Но почему бы нет? Урбан завершенно. Мы прощаемся с вами сейчас. Новости, тематические программы и реклама. И через 20 минут программа «Особое мнение». В нее придет Дмитрий Русских. Урбан. Программа о городских проектах.